Любители Москвы, вы смотрите передачу застройка московских промзон. Это метро Ленинский проспект. Ну и, соответственно, переход между метро и железной дорогой МЦК. Ну и вот, вы видите, сразу тут стоит три крана, три стройки. Вон еще кран, еще кран. Видите, тут прям застройка пошла около метро Ленинский проспект. То как-то более-менее было спокойно. Ну вот теперь пошло. И вот, видите, там как раз вот справа, который кран стоит, это вот началась уже застройка промзона, как раз Донские улицы, о которой сегодня речь. А там еще слева, эта застройка, я вот показывал, небоскреб строится, 58-этажный, там на пятом Донском проезде. А вон еще кран стоит, который еще левее. Там строится какой-то торгово-озвлекательный центр общественный за этим торгово-озвлекательным центром Гагаринский. Где, кстати, раньше работал завод железобетонных изделий. Ну и вот застройка промзоны Донские улицы началась. Вообще это такая достаточно, ну, своеобразная промзона. Во-первых, она небольшая, ну, хотя с другой стороны примерно сопоставима с Варшавским шоссе. Но дело все в том, что половина промзоны занимает ТЭЦ, 20-я ТЭЦ. Она очень большая, занимает половину промзоны. Здесь как раз это управление, от Мосэнерго, да, которое относится к ТЭЦ. И дальше там вот за ней большие-большие производственные корпуса. Городирные, всякие вот эти котлы огроманные. Ну, в общем, все хозяйство вот этой 20-й ТЭЦ. Вот. И она занимает половину промзоны. Она с 152-го года работает. Ну и понятно, что ТЭЦ, конечно, никто сносить не будет. Это, естественно, выработка электро- и теплоэнергии, снабжение множества районов. И соседних, которые здесь находятся. Там Гагаринский, Ломоносовский. Ну и в том числе и Дальних, Обручевский. За Москворечье даже снабжает отчасти энергией. Вот. И Даниловский район. Ну, Донской, конечно же, который вот рядом находится. Ну, в общем, короче, тут много районов. Поэтому ты уж от ТЭЦ никуда не денешься. А здесь когда-то был таксомоторный парк. Это улица Вавилова. И здесь когда-то был таксомоторный парк. А еще фабрика Прачечная. Которая, на река, вы знаете, в промзонах это были обычные явления. Ну и вместо них вот теперь строится вот такой вот бизнес-центр. Стоун Ленинский. Ну, Ленинский, потому что рядом проходит Ленинский проспект. Ну, метро Ленинский проспект. Вот по другую сторону. Там, собственно, сам Ленинский проспект проходит. Ну, ожидается строительство двух башен. Одна 12 этажей, другая 25. Ну, видимо, которая слева 12, наверное, та, которая справа 25. Вот. Ну, я, кстати, не удивлюсь, если в этом бизнес-центре, ну, как офисный центр все-таки читается, да, вот, будут какие-нибудь еще апартаменты. Ну, я точно в этом не уверен, но, в принципе, такого встречать нельзя. Но, в любом случае, вот, видите, вместо фабрики Прачечной будет, соответственно, строиться бизнес-центр. Вот застройка началась. Ну, кроме, однако, ТЭЦ, тут есть еще одно довольно большое было... Ну, во-первых, ЖБИ работал, да, завод железобетонных изделий. Кроме того, также вот здесь, вот на этой территории, работал завод железобетонных изделий и конструкций. Вот, сейчас ведь тут автобаза жилищника. Ну, а здесь это сплошные автосервисы и офисы. То есть, сейчас там все раздербанено. Этот завод, этот комбинат, если быть точнее, комбинат железобетонных изделий и конструкций, он давно уже не работает. И там все раздербанено и продано по частям, скажем так, разным, так сказать, коммерсантам. То есть, ну, в общем, здесь этот комбинат строительных конструкций, изделий. Все, вот он там, так сказать, на части всего помещения, что-то заброшено. Ну, а что-то, соответственно, вот, находится, скажем так, в разном коммерческом использовании. Но никакой производственной деятельности там уже давно не ведется. Вот, что я главное хочу сказать. Вот за этим забором. Вот. И, значит, в прошлом году было сказано, что вот эта вся территория будет застраиваться жильем. Вот это все, вот это. А промзона, вот, как раз от улицы Вавилова, да, и дальше вот до улицы Карьер и Канадчиковского проезда. То есть, она сейчас вот так, такую имеет. Раньше она, значит, туда продолжалась, так сказать, до, за третьим транспортным. Там еще, ну, фактически, до Орджоникидзе. Вот. Ну, вот так все это выглядит. Ну, сейчас она немножко меньше уже теперь. Ну, видите, гаражи здесь, конечно же, в промзонах. А вон там, видите, стоит конвейер. Как раз вот там работал вот этот вот комбинат строительных изделий и конструкций. Вот там все эти линии работали. Ну, сейчас, к сожалению, уже давно ничего не работает. Все, видимо, в заброшенном состоянии находится. Вот. А здесь вот еще работала фабрика Чайка. Вот это здание. Это фабрика, это была фабрика химического крошения и очистки одежды. Вот это здание. Причем работала она, значит, где-то, по-моему, чуть из 30-х годов здесь. Вот. Ну, тоже давно уже не работает. И, как видите, это здание 30-х годов. Оно до неузовались перестроено. Настроено мансарды, как видите. И там теперь тоже коммерсы сидят. Всякие офисы, короче. Вот в этом здании. Вот. Ну, и кроме того, здесь также еще работал автокомбинат номер 29. Он как бы и сейчас типа работает, но если вы отметите, увидите, так сказать, посмотрите, например, в интернете, справочниках, то увидите, что его, так сказать, сейчас задача, она заключается в сдаче, так сказать, ну, в аренде, да, в сдаче в аренду разных помещений всяким там коммерческим организациям. То есть, по сути, именно как автокомбинат это предприятие уже давно не работает. А когда-то работало, и это был автокомбинат именно тоже строительный. И в основном там были панели-возы и всякие такие, ну, типа бетонный мешалок и прочих. Такой транспорт, короче, тяжелый транспорт. И понятно, почему был тут автокомбинат, потому что здесь как раз вот находились вот эти два завода. То есть вот завод вот этих вот строительных конструкций и изделий, еще вот этот вот завод железобетонных изделий, то ли 6, то ли 14, я вот точно не помню, какой номер был, вот там, где сейчас Гагаринский центр находится. И вот этот вот автокомбинат, он занимался как раз вот перевозкой вот этих вот, собственно говоря, разных панелей для там домов, для разных гидроинженерных конструкций и так далее. Ну, и прочими всякими такими вот тяжелыми работами, да, то есть для перевозки всех вот конструкций всяких строительных, да, которые вот применялись, да. То есть это было как бы такое вот подсобное предприятие, но оно, конечно, тоже было, естественно, необходимо без этого, ну как, потому что предприятия произвели вот эту продукцию, да, всякие там панели, личные клетки там и прочее, а кто их будет отвозить с предприятия? А вот этим занимался как раз вот этот автокомбинат, который вот находился вот на этой улице Карьер, вот эта вот улица, улица называется Карьер. Она тупиковая и прямо заканчивается она как раз у дверей вот этого бывшего 29 автокомбината. А название улицы оно не случайно, потому что когда-то здесь в окрестностях работали кирпичные заводы, но это правда было уж совсем давно, но еще было, было в советское время еще работали, возникли еще до революции, но, а потом вот, соответственно, работали. Ну и, так сказать, еще делают кирпичи из глины, да, путем обжига, глину где вот добывали, в том числе вот здесь, то есть были специально тут глиняные карьеры находились в районе вот этой вот улицы, где добывали глину вот для этих вот заводов. Ну и, соответственно, потом вот так эта улица сформировалась. Ну, сами заводы, они непосредственно были здесь, здесь карьеры были, но они были непосредственно в близости. Ну, а сейчас вот, как видите, гаражи, вот это все будет снесено в ближайшее время, то есть в прошлом году уже вот озвучили, да, план действий, то есть вот эта вся территория, которую я сейчас показываю, да, то есть вот это все от Вавилова и вот сюда, досюда, до улицы Карьер и вот между железными, ну, естественно, ТЭЦ, понятно, никто трогать не будет, все это будет не затронуто, ну, а все остальное, вот все, что кроме ТЭЦ, все, что здесь вот находят, все будет снесено, ну, по крайней мере, такие вот планы. Ну, и построено, конечно, множество, так сказать, недвижимости на огромных сотни тысяч, так сказать, квадратных метров, вот, типа детские школы, сады, ну, как без этого социальной структуры, естественно, магазины, понятно, всякие торговые центры, помимо прочего всего, ну, это понятно, но это как бы уже добавка, а главное, конечно же, будет именно вот застройка, жилая застройка, то есть тут будет еще один такой большой квартал недвижимости, видите, по этой улице трудно пройти, по ней всегда было трудно пройти, потому что тут фактически нет тротуаров, а поскольку еще, к тому же, сейчас видите, весна и тут к тому же снега еще много навалило, то и вообще совсем плохо, благо, что тут машина нечасто ездит, поэтому еще как-то более-менее пройти можно, а зимой, наверное, совсем трудно, сейчас-то уже все-таки многое оттаяло, ну, такой мостик вот как раз через окружную железную дорогу, которая сейчас называется МЦК, и здесь когда-то была железнодорожная станция Канадчикова, ну, она как бы формально сейчас остается, но, по сути, она уже не работает, как именно товарная станция, а это вот склады мазута, мазутная, для ТЭЦ, это все к ТЭЦ относится, она как раз вдоль железнодороги находится, вон там Катлы, чуть подальше туда, в Блешкуль-Соловилово, ну и, а здесь вот и хозяйство, мазут, потому что, в принципе, хотя ТЭЦ работает на газе, но все-таки, как вот именно резервное топливо, всегда вот как бы есть еще и склады мазута, мало ли что, вдруг какие-то проблемы с газостабжением, какая-то авария, и тогда, соответственно, переход идет на мазут. Ну, вот она железная дорога, ну, и здесь, собственно, как раз и заканчивает сейчас промзона, по другую сторону, там уже, вон, видите же тут жилая застройка, ну, а с той стороны там всякие психбольницы и все такое. А это вот прям вдоль железной дороги идет ТЭЦ, ну, естественно, ТЭЦ никто трогать не будет, понятное дело, что хотели бы, конечно, застройщики ТЭЦ снести и все такое, ну, все же прекрасно понимают, что будет, если снести эту ТЭЦ, да, поэтому все просто будет коллапс народного хозяйства и вообще всей жизни у вас все остановится, поэтому, естественно, никто этого делать не будет, потому что, ну, ничего не получится, никак заметать ТЭЦ, не истояться, ничего не будет, все остальное снести можно, а вот ТЭЦ никак, поэтому, ну, вот как-то, ну, с другой стороны, представите, да, люди будут жить прямо около ТЭЦ, то есть, там, домов-то ведь не строили, вокруг специально, то, что промзона была, ну, какие там, ну, там, где-то подальше немножко, да, а это прямо, суть по всему, дома прям будут примыкать непосредственно к этим котлам, прям рядом, там будет то, что, ну, как, там же прям непосредственно, вот этот завод-то строительных конструкций бывший, конечно же, если там жилье построят, то вот буквально прям, ну, не знаю, может, конечно, какую-то санитарную делают, безусловно, территорию, но все равно рядышком будут находиться жилые дома, прям, и этот пар туда, прям, окна, наверное, будут, ну, вот так вот, так что пока, вот видите, застройка уже началась с этого стола, с этих бизнес-центров, ну, а все остальное нас ждет впереди, и, возможно, в этом году уже начнется, ну, когда уже тепло будет, там, летом, что-нибудь, посмотрим. Уважаемые зрители, ну, и можно ли теперь, исходя из увиденного, сделать вывод, что промзоны Данские улицы больше не существует? Я думаю, вполне. Вполне. Дело в том, что в этой промзоне больше не осталось никаких работающих предприятий, кроме ТЭЦ. Лишь одна двадцатая ТЭЦ, она осталась, и она останется. Она останется, можно сказать, ну, не знаю, что можно, вот так сказать, возможно ли укрепление термина навсегда, но, во всяком случае, думаю, что может и навсегда. Как говорится, пока Москва стоит, вот, потому что без этой ТЭЦ все остановится, вот, не будет электротеплоэнергии снабжать вокруг квартала, да, то, понятное дело, как без этого можно сейчас жить и работать и так далее. А кроме ТЭЦ больше ничего в этой промзоне не производится. Нельзя сказать, что эта промзона, она была какая-то большая, и в ней много прям, что-то прям сильно работало. Конечно, ее нельзя сравнить с промзоной Павелецкая, где работало больше двух десятков промышленных предприятий, и среди них очень много крупных, и даже с промзоной Варшавской шоссе тоже, в принципе, она, конечно, несколько уступала, да, все-таки главная ТЭЦ всегда была в этой промзоне, вот, но все-таки в то же время, надо сказать, что были и промышленные предприятия, в основном это такая была строительная промзона, строительное предприятие, то есть это завод железобетонных изделий, где там сейчас торгоз декадный центр Гагаринский, а также и завод строительных изделий и конструкций. Ну и вот их связывал тоже автокабинат номер 29, который помогал развозить продукцию вот этих вот предприятий, соответственно, разным потребителям. Ну и кроме того, ну ладно, мы уже даже не берем, так сказать, время о кирпичных заводах, которые там были, но когда-то были тоже, да, ну ладно, это уже действительно было довольно-таки давно, но даже без этого все равно были еще предприятия такие, как вот фабрика прачечная, еще вот фабрика по украшению одежды, чайка называлась, да, тоже с достаточно давних советских времен там находилась. Ну и кроме того, еще, кстати, была плодовочная база, Октябрьская плодовочная база, она прямо около метро Ленинский проспект находилась, то есть вот на пересечении там, где улица Вавилова и третье транспортное кольцо, то есть там, где сейчас автосервисы всякие, ну вот рядом тоже с этим развлекательным центром Гагаринский. Вот. Как мы видим, ничего этого нет. Ничего этого сейчас нету, и вся территория фактически, она сдается в аренду, ну, либо пребывает просто в каком-то таком заброшенном состоянии, сам так, в ожидании будущей застройки. И, как видите, застройка уже началась, мы это видели, и она началась именно, ну, естественно, с территории, наиболее примыкающей к метро Ленинский проспект, с улицы Вавилова, вот. И там сейчас строится, ну, правда, не жилой комплекс пока еще, а бизнес-центр Стоун Ленинский, вот. Хотя, еще раз повторюсь, возможно, и там могут быть апартаменты, но тут я уже не берусь сказать. По крайней мере, строится он именно как офисный, два офисных здания. Но это только начало. А вот за ними и дальше, вплоть до улицы Карьер, посмотрите по карте, если плохо ориентируетесь, то вот тут вот с домами Пашверника, и дальше Железная дорога, улица Карьер, ТЭЦ, ну, вот эта вся территория, да, это все будет застроено жилыми домами. Ну, плюс там, ладно, детский со школы и так далее, но это там, грубо говоря, два здания, может быть, будет там, и все такое. А в остальное это все будет именно жилые дома. Вот уже, так сказать, все это, так сказать, там сейчас идет поиск инвестора, кто больше даст, да, застройщик. Вот. И, видимо, уже, может, даже в этом году начнется, так сказать, снос тех зданий, которые там находятся, ну, и, может быть, даже уже и какая-то застройка, уже, может быть, даже начало именно жилой застройки вот этой вот промзоны. Поэтому, на мой взгляд, вполне можно сказать, что эта промзона уже бывшая. Потому что, да, там есть ТЭЦ, и она будет, но, во-первых, ТЭЦ это все-таки специфическое предприятие, да, оно производит электро- и теплоэнергию, это да, но все-таки это все-таки, ну, теплоэлектроэнергия это все-таки вспомогательные вещи, да, вспомогательные. То есть это не как таковое производство каких-то, допустим, вот там, товаров, например, да, или что-то такого вот материального, это машина, там, еще что-то такое, да, все-таки это немножко другое. Ну, это важно, нужно, но это другое, что говорится. Вот. Ну, и кроме того, она одна. То есть вот будет этот ТЭЦ, ну и все. И больше, вот поэтому назвать одну ТЭЦ промзоной, ну, как-то все-таки вряд ли. Просто это будет ТЭЦ. Вот и все. А все остальное, все, что ты когда-то составлял эту промзону, разные предприятия, они уже и сейчас не работают, их просто уже нет. Ну, и вместо того, чтобы, так сказать, создать новые промышленные предприятия на этой территории, а это и надо было сделать, обязательно. Именно так нужно сделать. Соответственно, пошли по самому простому и самому плохому пути. То есть опять очередная, желая застройка еще очередной промзоны. Вот, которая вот уже буквально скоро, судя по всему, грядет. Так что таким вот образом промзону Донские улицы мы вполне можем тоже, так же как и Павелецкую, и Варшавскую промзону, вполне можно назвать уже бывшей промзоной. До новых встреч.